Творчество, доступное каждому. В детско-юношеском клубе «Дружба» сентября прошлого года реализовывалась программа «Творческая мастерская для жителей посёлка Горняк». Это грантовый проект. Средства на его реализацию были предоставлены Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Занятия проходили бесплатно. Целевая наша аудитория была – это в основном дети-подростки, их родители, бабушки, дедушки, пожилые люди и люди с ОВЗ. Отрадно было, что к нам пошли целыми семьями, то есть родители с детьми, дети, которые обучались на базе детского и юношеского клуба «Дружба». Кроме этого, они рассказали всем знакомым и также люди начали приходить. Итогом проекта стала выставка, на которой представили работы детей и взрослых в самых разных техниках. Одно из популярных направлений – живопись. Мы рисовали вот эти вот окна. Вот моя работа. Честно, одним из самых сложного места были цветы и окна, потому что они белые, и к ним постоянно подмешивался какой-то цвет. Это можно увидеть на рисунке у каждого. А чем вот нравится живопись именно? Мне нравится живопись тем, что можно увидеть во время всего процесса красоту природы нашей планеты. Для меня было очень важно, что это было время совместно с детьми. То есть выходной – это был такой досуг и в ненастные погоды, и в холода. Мы знали, что мы можем прийти сюда и провести время вместе, используя. Также многих детей заинтересовали мастер-классы по мыловарению. Ребята могли смешивать основы разных оттенков и выбрать абсолютно разные темы для своих изделий. Такое мыло сделали. Я сделала кошечку, звездочку и коня. Это твой первый опыт такой? Да. И как это было? Мне очень тяжело, но сперва было непонятно, но потом все было легче и легче. Так. А твой брат как все сделал? Покажи, что ты сделал? Я сделал вот этого робота. Вот, посмотрите. И вот этот танчик. Как тебе процесс? Процесс легкий. Просто заливаешь мыльную основу в стаканчик, разогреваешь ее, а потом в формочки заливаешь и сделаешь, пока высохнет. По словам руководителя проекта Анны Бурилиной, среди взрослых популярны были занятия по плетению из газетных трубочек и валяние из мокрой шерсти. Начинали валять с простейших вещей. Ну, к примеру, скажу, например, вот мы начали выполнять раскладочки, и женщины и дети выполняли вот такие несложные брелочки, осьминожки. Вот. Вся фурнитура и материалы были закуплены на средства гранта губернатора Челябинской области при поддержке фонда гражданских инициатив Южного Урала. Вот. Потом перешли по просьбам многочисленных женщин, так как уже начинался зимний период, мы стали делать вот такие вот шапки зимние, к ним шарфы, и некоторые даже успели сделать вот такие вот чудесные рукавички. Посетители выставки высоко оценили представленные работы и с удовольствием разглядывали экспонаты. Очень восхищаюсь, кто вот это всё делает. Я представляю, сколько надо труда, терпения, усидчивости, ну, конечно, чтобы был учитель, конечно, хороший. Я сама занималась раньше вот этими трубочками, ну, раньше шили, вязали, как в каждом доме, как это у нас раньше повелось. А сейчас у нас, как говорится, проще купить, зачем я буду сидеть, да? И забывается вот это всё ремесло. А тут вот прямо вот молодцы, что ещё и молодёжь приучают. Выставка будет работать до 25 мая. Её может посетить каждый желающий из 13 до 18 часов. Учреждение снова планирует подавать на губернаторский грант. Если они его выиграют, то творческая мастерская откроет свои двери для жителей посёлка Горняк осенью.